Студенты-волонтеры Гомельского медуниверситета поширают географию поддержки. На передаче они накировались в Жлобинскую ЦРБ, как допомогли мясовым пациентам с реабилитацией после COVID-19. Разом с ними отправилась и наша сдымочная группа. Волонтерский отряд в Ине Одны был создан в осенью минулого года. Студенты медуниверситета прошли специальный инструктаж, отримали страховки на выпадах заражения COVID-19 и начали допомогать урачам у стационара Гомеля и Речицы. В Жлобин накировалась группа за 11 человек, и эту поездку они суместили с профориентацией. На конец лютого студентов ждет попереднее размиркование, тому это стало выдатным шансом познакомиться с ЦРБ, как с мягчимым местом будущей працы, а себе зарекомендовать, как годного специалиста. В нашем учреждении достаточно количества молодых специалистов. В учреждении активно используется институт наставничества, молодые специалисты, прибывшие, специалисты среднего звена, врачи в первый день работы обеспечиваются наставниками. Наставники помогают в дальнейшей работе, обустройстве их бытовых каких-то составляющих. Ну и, конечно, большое участие принимает наш профсоюзная ячейка. Ну и администрация. Что тычется бегучей ситуации по коронавирусу в Жлобинском районе, то урачи говорят, что плато пройдено, и колькость захворелых поменьшается. Однако реабилитация необходна кожному пациенту вне зависимости от тяжкости захворывания. Студенты-волонтеры уже мают в этом значный опыт. За час работы они научились поддерживать пациента в складанный момент и мотивовать на дальнейшее выздоровление. Первое – это то, что заранее я уже имел опыт работы с COVID-инфекцией, когда устроился работать в ту больницу именно в качестве медицинской сестры. Затем был основан наш отряд, и мы были во всех больницах Гомеля. А также после этого мы поехали в Речицу. Мы решили расширять свою зону, охватывать, да. И мы создали отряд, как подотряд наш, который поехал. Сначала мы все вместе поехали в Речицу, а потом там был создан отряд, который там на постоянной основе. Сейчас решили приехать в Жлобин. Даже за актуальность темы реабилитации после COVID-19 волонтерский отрад вы не одни створили серую виду уроков на своем YouTube-канале. Там яны показывают респираторные и физичные практикования, которые полепшают функцию дыхания и повеличивают кривые лимфозворот у легких. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобина.